Дарстан Бекешев говорит, что в общие дела надо привлекать как можно больше горожан и всем быть гибче. Вот уже две недели, как в общественном транспорте Бишкека, стали работать валидаторы, а те, кто хочет проехаться в троллейбусе или автобусе, должны купить или получить карточки Тулпар. Карта продается по 50 сомов и в ней заложена одна бесплатная поездка, то есть стоит она 42 сома. Но почему бы не заложить туда сразу 5-6 поездок? Мэрия бы от этого не разорилась, а недовольства в обществе было бы меньше. О системе Тулпар подробнее в исчетном сюжете Андрея Токумбаева. В марте в Бишкеке началось введение системы электронного билетирования в общественном транспорте. В автобусах и троллейбусах города теперь платят за проезд не наличными, а посредством пластиковой карты Тулпар. Такая вот карточка наподобие банковской. Деньги с нее считывает специальное устройство – валидатор. Установлено три типа карт. Синяя – стандартная, предназначена для платного проезда по среднему тарифу. Красная – ее получают граждане с правом бесплатного проезда, пенсионеры и лица с ограниченными возможностями здоровья. Зеленая – предусмотрена для проезда школьников и студентов по льготному тарифу. На двух последних из перечисленных карт наносятся данные, фамилия, имя и фотография владельца. Приобрести карту можно на автобусных остановках, в специализированных точках продажи, либо у водителей. А вот впечатление пассажиров от новинки. Я тут же побежала в Экемиат. Там было народу еще мало, и я успела получить. В будущем, я не знаю, посмотрим, как, может, удобно будет даже, не знаю. Нововведением муниципальная власть надеется увеличить сумму поступления средств в городскую казну, исключив присвоение их части водителям. Проект осуществляется в рамках программы государственно-частного партнерства и был начат в ноябре прошлого года. Целью данного закона было упрощение процедур инициации, продвижения проектов ГЧП, а также проведение тендерных процедур по проектам ГЧП. В основу этого закона был заложен опыт реализации первого проекта ГЧП в Кыргызской Республике, в Центральной Азии, это создание центров гемодиаза в Кыргызской Республике. Также хотел бы отметить то, что в этом году мы создали правительство Кыргызской Республики, создало Центр государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Кыргызской Республики. Центр ГЧП создан в соответствии с постановлением правительства 28 июня 2019 года для того, чтобы активизировать реализацию проектов государственно-частного партнерства. Тендер на установку системы Тулпар выиграла швейцарская компания BPS-AG. Мэрия заключила с ней соглашение в мае прошлого года. Валидаторы в салоны автобусов и троллейбусов подрядчик соустанавливать осенью, рассказал в декабре на пресс-конференции представитель фирмы, руководитель проекта. Это порядка где-то 20 машин, которые находятся сейчас на ремонте, то есть мы их непосредственно заканчиваем установку. А вот что подчеркнул он в среду в разговоре с корреспондентом Пятого. Изучив материалы, комиссия тендерная выбрала нас, исходя, как минимум, насколько я знаю, из двух факторов. Во-первых, мы сразу сказали, что наша система поддерживает прием банковских карт, и этот этап будет реализован в следующем. Мы планируем его реализовать уже, наверное, в марте-апреле. Рентабельность невелика, но для подрядчика это пока не главное. У компании далеко идущие планы освоения рынка транспортных услуг в Кыргызстане. Наша компания, инновационная компания, нам интересны, в принципе, такие проекты амбициозные. Плюс ко всему, ну, надо сказать, да, откровенно, что прежде всего мы в этом проекте ищем не выгоду, да, а мы хотим показать, что, во-первых, что мы умеем. Вот какого мнения об этом представители муниципального транспорта столицы. Со стороны мэрии города Бишкек не растрачено ни одной копейки, так как компания взяла все на себя, то есть установка оборудования, да, внедрение, продажу всех карт, это взяла себя компания. А вот каким образом будет производиться текущий ремонт оборудования силами и наследство фирмы-подрядчика. То есть, если вдруг на работе, во время работы, да, водитель сломался карточка, да, это вот оборудование, да, значит, моментально мы звоним, значит, тех группе, которые у них имеются, то есть они приезжают и автоматически меняют на месте, а потом уже будет выяснять, какая поломка. По словам руководителя троллейбусного управления города, главное преимущество системы – прозрачность схемы поступления средств. Вся выручка уже будет собираться и оставаться на предприятии мэрии города Бишкек. То есть, это для прозрачности, во-первых, сделано. При этом глава управления заметил, что его подчиненные встретили в ведении новой системы далеко не с восторгом. Тоже они не приветствуют многие, там, это не надо, но радует то, что и многие водители уже, часть водителей уже говорят, давайте мы перейдем быстрее на это. То есть, мы понимаем, что у нас нет волшебной палочки и мы не можем за один день весь город, миллионник перевезти на эти карточки. То есть, на это необходимо время. Как надеются в мэрии, отсутствие необходимости собирать деньги с пассажиров позволит водителям уделить больше внимания вождению транспорта и ситуации на дороге. По идее, теперь общественный транспорт станет ходить быстрее и меньше задерживаться на остановках, считают энтузиасты, разработчики и исполнители. Но на практике с первых дней работы системы Тулпар все оказалось с точностью да наоборот. До введения электронного билетирования автобусы и троллейбусы задерживались в среднем минуту-полторы. Теперь дольше. Я думаю, в силу валидаторов, пока люди привыкнут, ну, от трех до пяти минут было на каждой остановке задерживаться. Возникает и излишняя толкотня при входе и выходе. На данный момент есть небольшие сложности в работе. Это связано с тем, что пока люди не привыкли к такой оплате. Если раньше люди заходили с заднего входа и выходили с переднего, то с установлением валидаторов надо заходить с передних дверей. Ведь устройство снятия с карты денег за проезд находится рядом с водителями. По замыслу разработчиков, после внедрения системы входить пассажиры должны через переднюю дверь, прикладывать карту к валидаторам, а выходить потом через среднюю или заднюю двери. На некоторых троллейбусах и автобусах даже появились указатели «вход запрещен». Но фактически никто порядка не придерживается. Водители в первую очередь. Не все в порядке и с реализацией карт. Можно сказать, что система работает в полной мере. Но карты не у всего населения. Карты продаются все еще. Также красные и зеленые карты для школьников мы начали раздавать. Льготные карты для пенсионеров все еще мы выдаем. А также вчера был рекорд по количеству оплат картой. Более 4000 единиц. А также количество будет расти с каждым днем. Себестоимость выпуска разовой карты для проезда в общественном транспорте составит 30 сомов. Отпускная цена – 50 сомов. Как сетуют исполнители проекта, далеко не все согласны платить такую сумму. Поскольку ездят в автобусах и троллейбусах гораздо реже, чем в маршрутках. Кроме того, программа для загрузки денег на карту с мобильного телефона пока разработана лишь для системы Android. В ближайшее время обещают запустить такую же программу и для iOS. А после пополнить баланс можно будет и через телефоны смотреть историю поездок. Вполне возможен, по крайней мере, на первых порах и саботаж проекта со стороны водителей, считают в мэрии. Это очень большое сопротивление водителей, которые скрывают информацию, которые говорят, что у них нет карточек на продажу. Мы призываем им не верить, потому что водители перестали получать наличные деньги. Они не хотят, чтобы люди пользовались карточкой. Это сложная работа. Мы будем каждый день продолжать работать. И мы очень нуждаемся в помощи горожан, которые тоже должны водителей указывать и требовать у них покупать карточки тоже. Исполнители проекта предусмотрели вариант вполне возможного на первое время сбоя с реализацией электронных карт пассажирам. Вот что сказал в интервью одному из информагентств Арсен Кондакчан. Если у пассажира нет карты, он может оплатить наличными. Не выгонять же его. Но если у него есть карта, однако валидатор не работает, пассажир имеет право не оплачивать проезд наличными. В вопросе внедрения системы электронного билетирования Кыргызстан отстал от многих своих соседей по СНГ. Например, в 250 километрах от Бишкека, Валматы, такая система действует не первый год. Если внедрение Тулпара пройдет успешно, с 2021 по 2022 годов систему начнут внедрять и в АШ. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги. Продолжение следует...